Господа, дамы, прошу обратить внимание на новую обложку канала и группы ВКонтакте. В жизни меня искренне восхищают люди, которые умеют делать то, к чему я даже не знал бы как подступиться. Один из них это мой знакомый художник Кэрри, которая и создала эту красоту. Свет, тьма, лампость, волшебство, точность деталей, ностальгия, в общем все то, что я очень хотел выразить, но просто не смог бы, теперь здесь, в этой картине. Если вы хотите сказочный арт, для себя или в подарок, на стену спальни или на обложку канала, а может быть даже прорисовку целой игры, пишите вот сюда, ссылка будет в описании и в комментариях. Скажите, что Троглодита. Ну и поиск пасхалок считаю открытым, ваш сэр. Всем привет, с вами Сэр Троглодит, мы играем в героях третьих, компания Заджем, а то застоялась она у нас без дела. В этой миссии мы найдем одеяние вампира, с нами Джем, Кланси, ограничен 20 уровнем, ну их нельзя терять. Ну вроде все стандартно. Возьмем защиту, уровень сложности. Ой, какие руки у тебя страшные, Джем, не быть тем моделью для рук, ну ладно. В общем, когда Джем принесла амулет гробовщика Сандро, тот сказал, что нанял Тарика, варвара, чтобы тот нашел деяние вампира. Следующую часть артефакта, о, в смысле, противоядие против некромантии. Вот, ну и Тарик не выходит на связь, не появляется в инстаграме, поэтому Сандро переживает за его жизнь. Вот, ну а Джем, видите, видит с помощью магии, что Тарик-то в тюрьме. Будем его освобождать. Еще раз говорят про Тарика, что вот перед тем, как его хотели убить, он сказал, что ой, за меня заплатят большой выкуп. Ну и Джем увидела, где он сидит. Ага. А еще Кланси получил из решения от своего главнокомандующего помогать нам, ну то есть варить борщ. Кстати, по прождям трудящихся, я вернулся в прошлую миссию, да выучил Кланси логистику. Что бы не обидно было, ну у него теперь и стрельба, и магия земли, и мудрость, и логистика. В общем, красавец, молодец. Джем тоже нормально, артиллерия, дипломатия, конечно, несколько провисает, но в целом хорошая, сильная магесса, потому что магет. Вот, так, Кланси, наверное, оставляй войска, да иди на разведку. Что как бы, что ты еще можешь без войск? Давай кентавров докупи. А, действительно, куда докупи, когда у нас ноль денег. Ну вот, нашли мы сундучок с сокровищем прямо во дворе, в огороде, так сказать, и пошли, наверное, на разведку. Хочется порвать сразу, так, давайте пошопимся. Муж принес за получку, можно прошопить ее на кентавров. Ага, о, нагабан, кстати, с него начать было бы неплохо, и, ух, ползучие медузы, очень они мне не нравятся. Что же делать, что же делать, ну, понятно. Запатентован трагогитом метод, очень он мне нравится, запускаем волну смерти. Да, она чуть-чуть щекочет кентавров, ну, это даже приятно может быть, вот, зато медузы как бы умирают прямо на раз. Ну и такое количество медуз за один из кентавров потерь, конечно, я бы не смог, ну, никак сделать. А тут, получается, вот, ну, раз Кланси заэкстреминировал ползучих гадов медуз, то, как бы, Джем должна, мне кажется, смочь... А, пачка. Должна смочь, как бы, ну, медузов еще более улучшенных, которые наги, да. Мне кажется, это разумный такой челлендж. Давайте попробуем. Ну, вы же понимаете, да, семейная жизнь, все дела, как бы, Кланси, Джем, там, как-то борьба за власть, за доминирование, да, то есть, я могу то, я могу сё. Ну, в общем, непростые у них отношения, мне кажется. Так, 30 кентавров, мне кажется, должны как раз добить. Да, урон как раз больше, чем у нее осталось жизни. Промахнуться по такой толстой тушке вряд ли получится, поэтому... Поэтому, да, действуем. Молния и добивание. Ага, натыкиваем, так сказать. Наг, наколи мне нагов, наколи. Да, кентавр, молодец, хорошо. Но мы на вейте, поэтому можно. Ага, сейчас, наверное, надо будет отскочить чуть-чуть. Вот. Конечно, немножко маны мы потратили. О, вот, поэтому я отскакиваю. То есть, не на тоненького, а именно вот, что если у них выпадает моралька, то мне это все равно не страшно. Вот. Ага. Добили. И добили. Конечно, маны потратили кучу, но тысячу сотов опыта. И самое главное, да, шесть тысяч золота. О-хо-хо. Новый год, Рождество, так сказать. Ну, шесть косарей, это реально очень много, потому что еще недавно их было вообще ноль. 75 урона. 75 урона, пачка церберов. Почему бы нет? Почему бы нет? У нас маны как бы как раз на запуск волны смерти. Один. Да? Кажется, должно хватить. Давайте попробуем. Кого как раз 3 на 25. Гори. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нашу промышленность. Вот. Мне кажется, все хорошо. Вот. Можно было бы прокутить, а так нет. А, дерево. Вот, дерево нам очень-очень важно, потому что и на эльфов, в первую очередь, и там на замки, и на все-все-все, дерево у нас зависимая экономика очень сильно. Вот. Ну, уголек, конечно, тоже, тоже важен. Давай сейчас джем за транспортируем. Может быть, даже без восстановления маны сможет она победить этих страшных существ, которые призраки. Вот. Да, ну и тем более магию мы пока никак не построим, чтобы она восстанавливалась, потому что у нас нет дерева. Короче, дерево надо, джем, задача. У тебя 8 маны, какая-то армия. Ну, как? Конечно, стыдно назвать это армией, но что есть, то есть. Вот. Давай, попробуй. Замочи. Вот. Ну, или, может быть, не знаю, ватрись там в доверие, подипломать. Хотя призраки, конечно, не знаю, мне кажется, не готовы они к разговорам. Ну, посмотрим. Давай. Ух ты! Это замечательно. То есть, призраки к нам хотят. Вот она, сила дипломатии, даже за бесплатно. Вот. Подождите, так это что ж получается-то? Это ж получается, что теперь волна смерти будет не просто немножко задевать нас, а вообще не будет нас задевать, да? Потому что у нас будут призраки. Блин. Это круто. Это прямо целое новое направление мысли. Это мне очень нравится. Да, давай, я не знаю, то ли взять, то ли лагара отправить. Вот. Все-таки не джемское это дело. Отдаем всю армию, кроме призраков. И сейчас будем чистить как надо. Главное, ману успевать останавливать. И все замечательно. Так. Лагар, лагар. Кланси, мой дорогой друг. Так, конечно, надо построить башню сразу же, потому что, ну, чтобы не забыть. А то сейчас потратим на какую-нибудь фигню, и все. Вот. Кланси может. Он у нас такой. До зарплаты еще далеко. Вот. Кстати, мог бы здесь потратиться на эльфов, и все. Вот. Вряд ли там уж какая-то фигня. Да, там мудрость. Это хорошо. Угу. 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 У нас еще один навык, который к нам могла бы хитрая ведьма запихнуть. Но, наверное, не так страшно, потому что остальные навыки уже хорошие. Угу. Лагар, давай, наверное, разберись. Да, получится, получится. Ты не волнуйся. Все будет хорошо. Вот, кстати, даже, да, решили с нами не воевать. Пятый уровень друид. Неплохо, неплохо. Хорошо идем, хорошо идем. Так. О, вот, значит, у нас на северах, говорят, есть какие-то замки. Надо их захватывать. Хорошо. Как скажете. Давай, кланси, иди. Сейчас кого-нибудь поймаем и тоже волной смерти прокатим. Угу. Угу. Сколько она у нас стоит? 8 и 5 у нас стоит замедление. Но замедление нам не очень поможет, потому что у нас с кентаврой мало, эльфы мало. Ага. И там охраняют проход маги. Было бы побольше кентавров, можно было бы попробовать как с медузами. Вот. Но так с 11 кентаврами это немножко опасно, опасно. Джем, давай, покажи эльфам. Джем, давай, покажи эльфам всю свою мощь. Вот. И пытаются стрелять. Но мы, конечно же, сразу регенеримся. Давайте. Опа. А по нашим все равно. Мы мертвые, все нормально. Замечательно. Мне кажется, Джем в тайне воюет с некромантами, но в тайне относится к ним с пониманием. Вон, как здорово, призраки зашли. Ноль маны. Пора восстанавливать. Побежали домой. Все, сидим здесь. Ага. Полторы тысячи денег. Эльфов, к сожалению, не можем построить. Не хватает дерева. Ну, гномов строить, конечно, тоже совсем уж не камильфо. Так, виверны. Хоть и на прокольтой земле, но... А почему бы и нет? Почему бы и нет? Может быть, следующим ходом. Давай посмотрим. Ну, как? Да, у нас быстрые призраки. Василийсков тоже, конечно, потрогать бы хотелось. Давай, наверное, Лагар, подходи. Пойдем на виверн. О! О! Корона мага, между прочим. У Джемки очень не хватает знаний и мудрости. Уф, прости, моя дорогая. Шесть всего. А, вот корона мага могла бы все исправить. Мне кажется, это да, это хорошо. Это правильно. С деньгами пока тоже какая-то ерунда, но... Будем, будем дальше. Будем больше. Угу. Кланси не добегает, к сожалению. Вот, медуз почистить было бы неплохо, но тоже там опасно. Давайте начнем с приятного. С приятного. Сейчас виверн попробуем распотрошить. Ну, на самом деле, даже там с нашими характеристиками виверны нас просто бы уничтожили. Но у нас, я надеюсь, есть пара козырей. Вот они все такие ждут. Построились. То есть, напомню, когда противник вас не боится, да, он строится... Ну, максимально разделяет отряды, вот. А, ну да, естественно. Это же второй уровень, а проклятая земля позволяет только первый уровень. Ничего сложнее, кажется, первого уровня с этой земли сдувается. А, проклятыми ветрами. Ну, замедление тоже хорошо. Давайте начнем кидать стрелку. Точнее, подождем, наверное, да. Если что, добьем. Вот, такой вот будет хитрый ход у нас. 58, 97 урона. Наносим. Да, 20 урона, то есть добиваем. Замечательно. Стрелку кинули, добили. Так, долетает она сюда. Проверяю, куда долетает. Контрол и наведение. Очень удобная, конечно, вещь. Прямо невероятно. Ну, позволяет очень точно рассчитать, куда долетят. Э-э-э-э. Неверно палатку нашу шатал. Да, не очень приятно, но переживем. Купим новую. Так, так, так. Давайте мы на вейде, то есть на подождать. И сейчас можем отлететь. Замечательно. Хорошо. Опять, конечно, очень много маны потратим. Но зато вырвемся куда-то. Пока не совсем понятно, куда. Кружим туда, кружим сюда. То есть вот были виверны, сидели на насестье, никого не трогали. Хотя как никого не трогали? Вон там черепа везде, кости. Мне кажется, такие это. Соловьи-разбойники те еще были. Вот. Опа. Хорош. 700 опыта. Все чудесно. Все прекрасно. И демонов хочется, да. То есть кристаллы сразу там, все дела. Но корону магии хочется, наверное, еще сильнее. Или я смогу и туда, и туда. Сейчас надо подумать. Флаг единства однозначно надо посещать. Потому что он добавляет очков хода. А ходы для нас сейчас очень-очень важные. Так, так, так. Так, так, так. Ну, видишь, мана еще может просто немножко... Ой, ты толстая попа-то, а. Алагар, отойди и все. Нам просто мана может немножко не хватить на и пегасов, и демонов. Поэтому давайте пегасов... Ох, одного убил. Вот гад, а. Угу. Давайте подождем. Подождем, подождем. И... Так, убивать не буду. По-моему, не выбьют они. Один не должны выбить. Три серебряных выбили кое-как одну. Значит, зря я волновался, да. Так, так, так. Да и демонов сразу может рубануть. Че там уж. Вряд ли уж они выдержат две волны смерти, правильно? А у нас как раз 17 маны. По идее так. Да, корону мага верховного себе выдали. Как говорится, я генералиссимус. Сам себе выдал новые погоны. Угу. Так, че-то слабенько умирают. А нет, все нормально. Три на сорок. Да, сорок у них нет жизни. Соответственно, две волны смерти, которые носят 150, должны быть как раз в аккурат. Угу, давайте. Опа! Хо-хо! Получаю несказанное удовольствие, когда... Убиваю вот как бы с очень такими маленькими войсками. Большие войска с помощью магии. Очень это мне нравится. Прокачественные герои прямо... Ух! Это хорошо. Так, эльфов давайте наймем. Угу, угу. Ну, вообще эльфов надо, конечно, строить. То есть, хочется там и рынок, и кузницу, да, там как бы к деньгам двигаться. Но эльфы это ключ. Это прямо самое важное, что есть в нашем замке. И по эффективности, я бы сказал, они самые сильные. А селисков пойти, конечно, потрогать было бы неплохо. Но может быть, все-таки немного... Ой, дендроиды стоят. Ну, может быть, все-таки хоть немножко армии кланси тебе отдать, а? Как ты думаешь? О, золотая шахта. Адские отродья. Ага. А-а-а! Сапоги! У-у-у! Сапоги по распродаже, джем, все, давай-давай, скорее, быстрее. Эти сапожки, как бы, да. Вот, как бы. Кожаная сумка Прада полюбила, как мне быть. А вот, как бы, да, любовь к сапогам тоже не менее сильная. Угу, угу, угу. Ну, выставим ману, конечно. Строим, наконец-то, эльфов. А кланси, на самом деле, конечно, тоже ману бы восстановить неплохо. И да, то есть он у нас товарищ серьезный. Очень даже. Но, все-таки, без магии, без маны с такими войсками будет несколько тяжеловато. Вот, он выйдет на такую устойчивую траекторию чуть попозже, когда будет больше войск. Вот, кстати, 14 лучников, это уже хорошо. Вот. Давайте так вот сделаем. На Василиска следующим ходом пойдем. Угу, угу. Но сначала, знаете, мне бы хотелось, наверное, попробовать вот этих вот призраков победить. Да, не победить, а лучше даже присоединить к себе. Говорят, что если герой у вас сильный, если есть дипломатия, если есть существа такие же, как в нападаемом отряде нейтральном, то, по идее, они с большей вероятностью могут присоединиться. Вот. У нас будет уже не 19, уже будет там сколько? Не знаю, пачка. Еще плюс 15, например. Вот. Мне кажется, это очень будет хорошо и здорово. Так, может тогда войска взять, ну, чтобы посильнее. Главное, потом их вернуть к Лансе, потому что он ход тоже не хотелось бы, чтобы терял. Это я шуткую насчет борща. Это было раньше, сейчас они как бы полноценные партнеры в нелегком деле уничтожения нежити. Ну, армии у нас явно больше, поэтому должны присоединиться. Это вот 20 эльфов, блин, да я бы сам там хотел бы в такой армии побывать. Ну, давай. Нет, не хотят к нам присоединяться, говорят, что мы вас боимся, мы вас уважаем, но... Как бы да. Воевать за вас не хотим. Ну, ладно, их потеря, ничего страшного. Убежали, все хорошо. Угу. Давайте убивать бедных маленьких склепообитателей, вот. Вот, ну, вроде нормально все, сейчас отойдем, вот. А, по-моему, гному достанется, эх, жалко. Ну, тут как бы без вариантов, либо гному будет доставалось, либо кентавров, вот. Ну, а гному, видите, ему, вообще говоря, все равно. Эльфам тоже досталось, но 5 урона, ни о чем. Ох, как-то не ожидалось, что 2 скелетона с нашей защитой нанесут аж 3 урона по гному. Блин, какая-то странная фигня. Ну, ладно, хорошо. Так, 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 зомби вроде не доходят. Подожди, доходят. Ай, черт возьми. Это же, им же не нужен дополнительный ход, чтобы ударить. Вот, поэтому они доходили. Ну, ладно, 2 гномов потеряли, скажем так, из воспитательных целей. Думаю, это не страшно. Передаем наши войска. Гемка остается у нас с гордым одиночеством призраков. Вот, с ними сейчас будет снова бесчинствовать. Построить ли что-нибудь? Следующим ходом построим пегасов. Пегасы быстрые, красивые. Девушки, кстати. Авиация. Аэрофлот. Так, а сейчас, не знаю, коряк построить. Стадель, наверное, все-таки шестой у нас день. Да, она будет увеличивать только лучников и кентавров. Но, с другой стороны, нам особо никого и не надо. В самом деле, не драконов же нам строить, правильно? Ну, и достаточно много уже кентавров и лучников. Вот, подземелье пока не изъедано. Непонятно, что там. Магов пойти потеребить или в подземелье прыгнуть. Но, первым делом, наверное, надо все-таки Василисков победить. Потому что у Кланси силы заклинаний 2. Это, честно говоря, прямо стыдненько. То есть, маги начинают с такой силой заклинаний. Вот, и да, он получил там кольцо, которое увеличивает длительность наложенных эффектов. Но, это немножко ни о чем. А Василиски охраняют замечательный артефакт, который вешаешь на грудь. И сразу в силу заклинаний прям прибывает. Вот, решили здесь без магии обойтись. Ну, как тут, 12 Василисков, ничего страшного. Вот, давайте хватаем. Сколько она дает? Вон, плюс 3. Давайте сейчас посмотрим. Да, плюс 3, все верно. Ну, Джем, как бы у тебя только одна дорога. Это снова там подсобрать в силу волю в кулак. И давай, нападай. Сначала на отродить. Золотая шахта. По-моему, замечательная штука. Давай, бабах. Ух, хорошо. Классно прошло. Ну, и потом, да, Пегасов. Пегасов, если не захотят с нами подружиться, то будут вогнаны в землю, во сырую. А мы насладимся ощущением свеженьких сапожек в наших тонких ножках. Вот. Да, мне кажется, должно быть нормально. Но опять максимум там одного убьют за счет того, что они серебряные. Да и только. Вот, и то серебряные побоялись. Хе-хе-хе. Так вот, нерешительность ваша стоила вам жизни. Угу. Очень хорошие призраки еще и тем, что восстанавливают единицы жизни. К начале каждого хода. То есть такие регенераты, тролли, молодцы. И сапожки. Благоговейные, классные, теперь будем бегать на полкарты, не стесняться. Драконов костяных победить? Мм? 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 Ну, давай, давай. Джем, давай, не стесняйся. Хе-хе-хе-хе. Ну, нет, конечно, какие костяные драконы, как бы... А в чем речь? А в чем речь? Вон, Василийский пока наш уровень, и, к сожалению, все. Вот, ну, костяные драконы, они быстрые, их может мая на них хватить. Ну, может быть, и можно, но что-то пока на текущем этапе. Чуть попозже, посмотрим. Так, лаборатория алхимика, будешь работать на нас, все хорошо. Гарнизон там тоже показывают, вот, кланься. Давай, без стеснения, коряк, как раз, запасем древесинку, так сказать. Не деревья же, в конце концов, рубить. Вот, а здесь, как бы, враждебные гендроиды, и говорят они, как говорится, лучше. Теплоемкость выше, зольность ниже. В общем, чудо, а не дрова. Вот, ну, урон очень хороший у нас за счет стрельбы. Ну, и в целом, кланься, серьезный парень. 8 атака. Ага, и показывают нам какую-то, какой-то сады синий рамин. Тут тебе и плюс 6 шлем, и утопия, и, похоже, что тюрьма. А, в общем, хочу туда, хочу туда. Угу, угу, ну, куда идти-то, я не знаю. Наверх далековато, может, через подземелье, как туда сейчас нам прокрасться, пробиться. Вот, куда-нибудь. Давайте попробуем, наверное, так. Потремся, афеечек. Повышает, как говорится, не только настроение, но и удачливость. Лагар, лагар, седьмой день. Куда тебя отправить, даже не знаю, если честно. Так, так, так. Пегасов надо строить, точно. Седьмой день, день постройки пегасов. Нанять героя, может? Нет, 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 хочу пегасов, чтобы они у меня плодились. И, наверное, сейчас вот пегасик-то и возьму, чтобы на нем, с ним, так сказать, провести ночь и проснуться полным сил, энергии и очков хода. Замечательно. Неделя белочки. Будем проверять орешки на прочность. Костяные драконы, джемка, конечно, облизывается. Хочется и косточки их поголодать, но немножко пока не наш уровень. Наш уровень это вот хорогатые демоны, которые стремятся к нам, чтобы потыкать нас рогом. Но ничего у них не получится. Я им сразу заспойлерю. Волна смерти их остановит. Так, ну, тут понятно магия воды. Думаю, без вопросов. Вот, ну и давайте на вампиров тоже. Сейчас, как запустим, уничтожить нежить и... А, подожди. Уничтожить нежить я не могу, потому что заденет меня. А, волну смерти я не могу, потому что она ни на кого вообще не подействует. Она бессмысленна, потому что и мы нежить, и они нежить. Вот, поэтому придется по старинке. А, 8 из жизни. Мы нанесли 82 урона. То есть, 2 еще, как говорится... Так, сейчас. Наверное, стрелкой надо все-таки дешевле. Да. Ага. Ага. Ну, наверное, надо отлететь, потому что мы не можем ударить вампира так, чтобы следующий вампир до нас не долетел. Вот. Ага. Все-таки даже с замедлением летучие они, конечно, твари. Но вот если этого сейчас убью стрелкой, а верхнего убью руками... Ага, вот. Как раз все получилось. То есть, это до нас не долетает. Отлично. Неплохо, неплохо. Шахту захватили. Пока героев у нас, конечно, не хватает, которые могли бы шахты за нас захватывать. Но гемка, как говорится, не гордая. Вообще медсестрой, говорят, работала. Так, лагар. Первый день. Наверное, надо стремиться к муниципалитету все-таки. Начиная, наверное, с палатки. Вот. Хотя, какая палатка? Да, когда есть эльфы, их нужно покупать. Немножко кентавров позовем, так сказать, покуролесить с собой. Ну и надо усиливать кланси. У него уже 80 кентавров, 35 эльфов. Хорошо бы, конечно, эльфов улучшить, но у них надо аж 10 дерева. У нас таких, к сожалению, деревьев нету в таком количестве. Вот. Деревья мы бережем. Используем энергию солнца. Так. Ну, как бы воробушков боятся в подземелья не ходить. Поэтому давай, наверное, кланси, разделяй кентавров. Да и вперед. Вот. Ну, а вот еще тут доспех плохо лежит. Он как бы похуже, чем у нас. Но все равно. А, гарпии охраняют. Ну и вообще, мы как бы не вороватые. Мы предприимчивые. Наверное, надо замедлить все-таки. Вдруг эльфы не убьют с первого раза гарпий. Да, и они будут долетать, нас кусать. Это будет неприятно. Поэтому лучше потратить 4 маны, чем, как бы там, мер кентавра. Вот. Ну, кстати, перестраховались, наверное, мы все-таки. То есть, да. Можно было не замедлять, но да бог с ним. Плюс 1 к Селемаге, у нас уже висит Василийского раритетный плюс 3. Ну, поехали. Рухи. Ух, сразу долетают, сразу кусают. А 180 урона, то есть, явно убивает 3 на 60 всех птиц. Замечательно. Но кентавры тоже, да, должны, по идее, убить. Но следующий ход. Птицы могут начать и долететь до верхних кентавров. Поэтому мы их замедляем. И ждем. И выстрелы победы. Все хорошо. Золотая шахта. Нормально. Нормально. Это хорошо. Сколько у нас денег уже? 3000 золота. И 125 все кланси доносит. На самом деле, конечно, так себе результат. То есть, у нас 2 золотых шахты, а родной замок вместо 4000, который он мог бы приносить, приносит 1000. О, кто-то пошел, кто-то пошел. Интересно, с монахами побился. Ага, Айслин. Ну, то есть, либо он всех потерял в битве, либо он, как мы, велиги маг и идет, так сказать, всех уничтожает своей магией. Может и так. Грифонов давайте просто так. Чего это они тут толпятся? Нас, видите. Неделя к терминации птиц. Вот. Избавляемся от этих летающих паразитов. Мне кажется, не должны не пропустить. Вот Джемка все равно там 6 защиты. Думаю, все окей. Эх, 9, 8. Алиин. Чуть-чуть не хватило. Призрак, к сожалению, не выжил. Вот. Потеряли. Но, с другой стороны, как бы, если наши там будут у нас косо смотреть эльфы, говорить, типа, что этот Джем уже, который ход там, неделю тацкается с призраками, да, с ними ходит. Не прониклась ли она их темными ценностями. Мы скажем, нет, нет, вот, теряем, теряем. Палаточка нужна, нужна, конечно, да. Угу, угу, угу. Построить ничего не могу, потому что нет дерева. Вот. Не знаю, может, из героя, конечно, как-нибудь нанять клево. Давайте кланисик сначала походит, посмотрим, что кого. Ага, ну вот здесь угры, да. Угры и кристаллические прииски. Угу, угу. Ну, надо брать. Давай, наверное, алагарь проверь, чему там учат в хижине ведьмы. Вот. Волшебство, то есть, которое там совсем немножко увеличивает урон, да, заклинание. Но у кланси силы заклинать и родная две. То есть, ему эти 5 там процентов, они, конечно, вообще будут никуда. Поэтому кланси учить волшебство не будем. Подождем, пока придет что-нибудь хорошее. Возьму, конечно, все-таки мифалу, наверное. У Эриса эльфы, но мифала такая классная. Она прям действительно замечательная. С каждым уровнем по ней практически невозможно бить. Очень-очень сильная девушка. Вот, дадим ей коня. Книжку, кстати, наверное, купить надо. Книжечку давайте тоже купим. Ага, обучим магии. Ну и пусть, наверное, куда вниз, сверху. Разведает пусть, наверное, да. О, гиганты. Угу. То есть, красивых драконов мы побоялись за счет их летучести. А вот гигантов-то, может, и не побоимся. Ну а что там они сделают? Будем от них летать туда-сюда. Мне кажется, нормально. Отличный бизнес-план. Сейчас разгонимся на пегасах. Подождем. Немножко мана остановится. Да и вперед. А дальше вон там опять какие-то приятные штуки. Угу. Подземные Огры по Сталактиту себя каждый отломили. И вот бегут к нам. Машут им. Подождем, подождем, подождем. Ну, эльфы, понятно, ждут, чтобы сильнее стрельнуть. Кентавры ждут, вдруг они подойдут к тому моменту, как что можно их будет ударить. Эти ждут, я не знаю, зачем просто так. Вот. А, еще и мы, короче, не рассчитали один ход. Они нас... Ничего страшного. Одного кентавра даже полезно потерять, как говорится. Почувствовать запах крови, что, знаете, это не просто великолепная прогулка по подземному, да, ландшафту. Это все-таки война. На войне умирают даже кентавры. Угу. Ну, ребят, быстрее нас ходят, поэтому я вот решил кинуть замедление, вот, чтобы они к нам подошли, потом по ним стрельнуть. Давайте подождем. Угу. И входят в стрелку не ломающиеся. Замечательные. Василиски. Пока. А, к сожалению, лагарь все ходы потратил, не разгонит. Джемка здесь. Строить нечего. Вроде да. Вроде конец хода. А. Ого. Гидр убил. Туда залез. Да. Так. Посмотрим, кто это. Клавиус. И... А где второй? Куда? А, он, видимо, в подземелье ускакал. Да-да-да. Я хотел посмотреть, какие у него характеристики. Ну, ладно. Как и не в другой раз. А, так. Видимо, все артефакты здесь кем-то охраняются. Да. И, кстати, поэтому наш враг красный не взял шапку плюс 6 ко всему. Потому что, скорее всего, она охранялась какими-нибудь там жуткими драконами. Наверное, так. А, медузы. Медузы быстрые, толстые, сильные. Да-да-да. Может быть, имело взять смысл одних только кентавров. Да. И они бы пускали бы волны смерти. Но, с другой стороны, здесь они стоят 8-4-8. То есть, они не распределены как бы, как те медузы в самом начале наших странствий. Да-да-да. Поэтому, это, наверное, нормальный выбор нашего войска. А, вот, жахая молнией. Эльфа все-таки потеряли. Отвратительно. Вот. Ну, ладно. Ничего. Ничего. 35-34. Такая разница. Вот. Так. Хотя, да, одна хатка эльфа, конечно, не досчитается. А, жаль. О, один вывод урон. Отлично. Наткнули минузы на копье и поскакали. Отлично. У нас плюс 2, плюс 2 артефакт к силе магии и мудрости. То есть, клан превращается... Хм. Нормально. Почему бы нет? А, клан превращается в такого уже мага. Конечно, он немножко, скажем так, на стероидах, на артефактах. Неорганический, как джем. Ну, почему бы нет? И, похоже, вот за грифонами я вижу уже замок. Про который нам как раз говорили. Типа, типа, на северах там есть вот замок. Вот, наверное, это он. Так что, отправим клан Си на заработки. В Норильск, так сказать. Вот, разгоним, наверное, на коняшках. Они тоже быстрые. Вот. Что у нас там? Маны маловато. Вот. Но, в принципе, да. Есть. Есть что-то, да. Да, действительно, замок оказался. Мефала будет ли собирать гномов, пока вопрос. Но, джем, да. Самое время уничтожать гигантов. Бери своих верных призраков. И вперед. Я думаю, без потерь должны обойтись. Замедлим. Потом это. Да, наверное, гигантов пойду попробую. Явно же, они блокируют что-то очень хорошее. Да. Вдруг еще какую-нибудь золотую шахту там. Или артефакт хороший, классный. Вот. Ну, конечно, немножко волнения. Но разберемся. Разберемся. Кентавров возьмем с собой. Ну, тактиста. Какие-нибудь отмашку, может, поснимать или пождать. Ну, поглянем. Ну, давайте. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Титаны. Аж две штуки титанов улучшенных. Как-то я об этом не подумал. И они убили четырех призраков с дальнего расстояния. Ну, благо молнии у нас три сотни, это ровно один титан Так, ну, а кентавры, да, тоже сейчас готовятся защищать призраков Вот, джем там хоть и терла, что, ой, нет, призраки это просто так, там, увлечение юности, там, все совершают ошибки, поэтому я с ними хожу Но вот почему-то кентавров не жалеет, чтобы их, так сказать, защищать Ну, посмотрим Гиганты наступают, это, конечно, неприятно Еще один, кстати, призрак, потому что защитился, да, и он потому что один Убиваем, убиваем Эх, это я зря открылся, но он все равно это, ударил мне по призракам Это хорошо Подождем, подождем Давайте, не знаю, попробуем защитить палатку Вдруг она нам зачем-то будет нужна Хотя тоже вот только купили и сразу, похоже, придется ее сдувать А жаль, а жаль Так, надеюсь, следующий ход будет наш первый Эх, еще семь призраков, черт возьми А я вообще выигрываю Мне кажется, должен, мне кажется, должен Сейчас вот Отлечу на безопасное расстояние И все, вот Те так хорошо стоят прямо под Стояли под кольцо Сейчас уже, наверное, нет Ну, значит, будем фигачить Волной смерти У них 150 Жизни, да Или лучше все-таки Давайте посмотрим То есть за две волны смерти Мы убиваем одного гиганта Но одного гиганта в каждом из отрядов Это хорошо А отрядов раз семь То это Семь гигантов Это прекрасно Такая вот математика с джем И его помощником-призраком Надо какое-нибудь детское название призраку дать Чтобы кто смотрел Не пугались Улица сезам И джем Так, ну да Тут три осталось Наверное, продолжаем бить Стрелкой, наверное, да Лучше И добить Ага Вот, замечательно У них осталось как раз Десять единиц жизни Если было 140 Я кидаю стрелку на 130 И добиваю десяточку Вот, ну Чтобы призраки тоже так почувствовали Запах, скажем так, крови Ага Две тысячи опыта Потери, конечно, существенные Но я надеюсь, что сейчас мы найдем Что-нибудь очень хорошее Давайте О, пожалуйста Золотая шахта Охраняет птички Ну, отлично Так, тут орки Угу Ну, вообще, конечно, надо выбирать уже С кем сражаться А с кем нет Потому что шесть призраков Блин, ну это, конечно Совсем немного Ага Почти всех убили Ну, вот остались две Угу Давайте Пах Хорошо Пятьсот опыта Золотая шахта Еще одна Это, по-моему, прекрасно Флаг единства Вампиры Ага Ага У нас 4000 опыта не хватает Наверное, покопим мы немножко Опыта Чтобы дерево нас повысило С 19 до 20 уровня Ага А вампиров-то, кстати, больше, чем оказалось И мы в прошлый раз бились Там их было меньше И у нас было призраков больше Что они с одного удара убивали двух вампиров А сейчас ситуация другая Ага Угу, угу, угу Так, кольцо не такое, к сожалению, хорошее Так, бить, не бить Ну, тут 20 урона О чем смысл вообще какой? Зачем куда-то бить? Поэтому остается надеяться только на магию И на крепкость нашего характера Ага Отлетаем туда Отлетаем сюда Не, ну, вроде идет Вроде как-то, да Вот Кстати, забавно, что, ну, в замке некромантерском Всегда же Давайте, кольцо мана есть 130, кстати, да Те же самые В замке некромантерском Всегда как-то, ну, понятно Призраков никто не берет Да А вампиры, наоборот, лорды Это, ну, просто Абсолютная необходимость Чтобы их взять Ой, я промахнулся Я не скликнул О, ничего страшного Маны еще есть Все хорошо Вот Ну, забавно, что Вампиров лорда всегда берут Призраков Никогда И вот Настал их час Отомстили Виверны Виверн Можем убивать Можем Наоборот, в том, хотим ли Потому что это уже открытие Следующего Следующей области Где живет наш друг некромант Который гидр, между прочим Одной левой раскидывает Да Ну, понятно Там джем Великие герои Бла-бла-бла Но ноль маны Да Ух Туда-сюда Крестьянинов Ух Ой, единорогов Так, что пишут Что пишут Хамлет Это деревушка То есть принц Гамлет Который датский Он на самом деле Деревенщина Вот Ну и джем сокрушается Что еще одна деревушка Была собрана Скажем так Некромантами И никого в ней Не осталось Все ушли скелетами В общем Устала она И злиться По этому поводу И не понимает Как вообще Так можно Я должна Фокусироваться На текущем задании Говорит Джем сокрушается Что Не может победить В одиночку Все зло Все в мире Ну и потихоньку Жертвует Там денюжку Чтобы ополчение Было Что поесть Чем повоевать Джем Ну ты не переживай Сейчас найдем Одеяние вампира Отдадим его Сандро И некромантов Одним махом Сотрем с лица земли Настанет благоденствие Танцевая рука радуги Там единороги Запоют песенки Все будет замечательно С такими приятными мыслями Мы наверное Вернулись домой В стронгглен Вот такое вот Шведское название И зачем мы построили коряк Когда мы могли построить Муниципалитет Слишком много Я играю за джем Эти все Идеалистические Экзорасисы Надо за кого-то Более рачительного Логичного играть Вот Потому что да Какой-то Уже кончается там Не знаю Третья неделя А у нас Сплошной безденежь Вот Кланси конечно Мог бы попробовать Победить грифонов Одними кочевниками Благо те Какие пришлые Типа Не жалко Но Он менее кровожадный Чем джем И волну смерти Использовать только Редко Поэтому да Давайте так И на грифонов Че там пачка Пятнашка Подебует Ну 19 Тут тоже хорошо 7 У него скорость Да То есть на самом деле Он может и первый ходить Поэтому подождем Когда он подлетит И наверное Замедлим Может следующим ходом Он может Как Не выбивая По-моему Да То есть смотри 10 на 25 Минус 21 Да Могу не выбить Эти то тем более Не смогут Поэтому подожду Следующего хода И метким выстрелом Положу конец Страданиям грифонов Ну кто там 100 гномов что ли Ну нет Вон Вышли Старосты Так сказать Они видимо Держали этот Замок Деревушку Вот Ну Теперь мы О кстати говоря Деревушка называется Ливхол Да То есть там Зал листьев Именно сюда нам нужно будет Принести Вампирское одеяние Ну хорошо Ладно Хочется построить Могилю маги Потому что маны У нас как всегда Как бы нет Ну и еще Кланси мечтал Всегда искупаться Видимо в целом Потому что С водопроводом Проблема Поэтому хотел построить О гидр кстати Хотел построить Красивую Красивый водопад Ну а может для фотки В инстаграме Кто его разберет Гидрэд хорошо И охраняют Они свиточек Это значит Что в свиточке Может быть что-то Хорошее Ну вот Сейчас тогда Либо ману Остановим Родным способом Кстати Кланси добыл Деревья Теперь можно Строить Всякую ерунду Либо родным способом Добавим Ага Поучить до мудрости Маны Либо Остановим В башне Вот Мне в принципе кажется Что на гидр На фью гидр Это От 1 до 4 Мне должно Ходить просто Замедление Вот Господа Дамы Предлагаю Немножко прерваться В этой серии Джем и Кланси Накопили Очень неплохой Потенциал В следующей серии Мы непременно Его реализуем Пойдем В войну на Некромантов На этих Чернокнижников Большое спасибо Что посмотрели Огромная благодарность Тем Кто поддерживает Канал До встречи